Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моему мнению и обзору чая Билла Учунь. В общем, вот такой вот пакетик. Вообще тут пакетиков много. Пришел мне чай сейф в подарок от подписчика. И, в общем, я не против поделиться мнением, а человек хотел узнать мое мнение о Билла Учунь. Когда-то давно у меня был такой чай, но я, честно сказать, уже не помню, как он мне был по вкусу. И поэтому я скажу только свои сегодняшние впечатления. Я протестировала сей чай на своей тюде, на своей подруге и на ее маме. В общем, практически у всех нас, четверых, получается, сложилось мнение о чае и вкусовое, примерно, качество. Как вот нам показалось, что он, во-первых, в сухом виде. У меня тут скрытый пакетик. Я уже, можно сказать, тут на третью заварку осталась. Я заваривала себе в чашке вчера, когда скаменитила, потом в чайнике. По обычному, традиционно, как я обычно завариваю, и потом я при вас заварю его, как, допустим, написано в Википедии. По традиции Китая. В общем, пахнет сей чай, вот чисто для нас, для четверых, парным молоком. Если у вас когда-нибудь была деревня, или вы когда-нибудь были в деревне, и там, допустим, была, вот у нас была двоюродная бабушка, у которой была постоянно корова, и мы брали молоко. Только что, только что сдоенное молоко, парное такое, теплое. И по вкусу он точно так же отдает этим парным молоком. И мягкий такой довольно вкус. Не знаю, сказать, сладковатый или нет, потусторонние руки. Кот только что кушал и решил уже больше не кушать. В общем, мягкий довольно вкус. Горчила на меня уже, если вот, допустим, вы завариваете в чашке, и передержали просто даже на второй заварке. Я залила, и так вот, делайте что-то такое, и технически такой чай, и что-то такое, и его пьете, и в какой-то момент, когда вот он перестоял, и вы его не успели допить, он немножко горчит. Ну, конечно, такого состояния лучше не доводить. И, конечно, это чай вообще считается в Китае крутым таким. Элитный зеленый чай, можно сказать. Ну, я его так обзабавиваю. Но я считаю, что вот такие хорошие, крутые чаи, их лучше пить все-таки в чистом виде, без конфет, печенья, без дополнений. Потому что как бы вкус перебивается, но и вообще это чаем, надо наслаждаться. На конфетки и печеньки можно и черный побухать, так сказать. В общем, этот чай собирается весной, по одному источнику в конце апреля, по википедии, с марта по апрель, где-то с 21 марта по 21 апреля. В общем, если вам интересно, тут просто загуглите. Собирает его в местечке Дуньцин. Вообще, у меня тут есть шпаргалка, на самом деле, потому что я давно про этот чай ничего не помнила, не видела, и, соответственно, я обычно всегда прочитываю. Плохо быть очкариком. Тут даже какая-то распечатка с каких-то моих каких-то билетов. Да, Дуньцин, короче говоря, Биллоу Чунь. Ну, можно, где пишется Биллоу Чунь, где пишется Биллоу Чунь. Хотя вот на латинской, вот этой английской распальцовке оно именно через ООК. Можно прочитать, как Биллоу. Кот пошел в ванну. Ну, и сейчас я попытаюсь произнести эту провинцию в этом Китае. Дзянсу. Во, слушайте, произнесла я, когда ее прочитала, я мысленно не могла ее произнести. Короче, выращивается он в провинции Дзянсу и на горе Дунькиньшань. Ну, поэтому в Китае называется как Дуньцин Биллоу Чунь, а в России в подобных странах, короче, в странах за Китаем он, соответственно, известен как просто Биллоу Чунь. В общем, так как его собирают весной, вообще его собирают один листик и почечка, и переводится на русский, ну, вообще, вот, допустим, чтобы мы поняли, что такое Биллоу Чунь, Биллоу Чунь, это изумрудные спирали или улитки весны. Изумрудные улитки весны, изумрудные спирали весны, в общем, в сухом виде, в принципе, он так на это и похож, такие литочки с почечкой скрученные. Я-то не знаю, увидите вы это или нет. Ну, вы можете загуглить и увидеть там на Биллоу Чунь, конечно, дофига подделок. Ну, в общем, как понять, что это не подделка, у него такие ворсинки, вот только что почечка появилась, вот она такая мохнатенькая. Если вблизи, так вот можно, даже просто чисто видно, что он такой вот с ворсиночками. В общем, он скручен вручную, соответственно, обрабатывается вручную, и, судя по вики, сначала снимут с утра, потом раз теребят, а потом уже обрабатывают. Круто говоря, очень много у него легенд, почему его там назвали так. Одна из легенд гласит, я тогда еще у кого-то степаретника такую фразу, тему видела, кто-то там стебался по поводу того, что я люблю китайский чай, вообще чай, ну, в общем, что это чай собирали в свое время, доверялись собирать только девственницам, но и они его хранили за пасухой, перед тем, как принести на обработку. Еще по другой легенде, что когда-то чая дофига очень было, и, в общем, ну, девать некуда было крестьянам, и девушки свои сиськи накладывали, вот так вот несли на груди. Но мне это не светит. Не только потому, что они в Китае, еще и потому, что у меня нулевый размер. Короче говоря, и, в общем, очень много всяких легенд, ну, и вы можете, в принципе, загуглить, там, заиндексить, и почитать, если вам интересно. Пожалуй, перейду уже к самому чаю. Вот здесь у меня завален чисто, вот только что практически скипел, и я засыпала, он только что скипел. Вообще, в таком случае надо куда-то перелить и поженить, как бы Маша сказала, да, вот такой чай. Ну, можно, в принципе, помешать ложечкой. Некошерная такая ложечка у меня есть, специальная для чая, чайные такие, из всяких чайных там чая. Ну, я не знаю, видно, надеюсь, там, в камеру, как он тут льется. Вообще, я ее слегка наклонила, чтобы было видно. Ну, и вот, как он тут. Сейчас мы его пролегустируем. Тормо молоко. Мягкий сладковатый вкус. Ну, такой чуть-чуть заметный сладковатый вкус. Моя помада осталась на этой маленькой пиалочке. И второй вариант. Это берется вода 70, максимум 85 градусов, кипяченая. Он у меня как раз специально приготовленный. Заливается в стаканчик, заваривается или в стекле советует, или вот в керамике, как у меня второй вариант, да, то бишь первый. И потом уже засыпается заварка. И настаивается, в общем, в принципе, можно потом еще заливать. Вот я 2 или 3 заварки мы тогда у моей тети выдержали. Чайничек был керамический, в 3 раза меньше, маленький такой. Ну, и тоже по чуть-чуть сыпали. На мою шпаргалку ставлю я стаканчик. Сейчас мы попробуем, потому что я, в принципе, как-то привыкла уже так особо не геморриться и заваривать как неохота. Или в чашке, или в чайнике. Не такой бурлящей водой, конечно, зеленый чай, но... Ну и да, советуется 2-3 грамма на 100 мл воды. Тут у нас, по-моему, больше, чем 100 мл воды. И, по традиции, он должен опуститься и довольно быстро завариться. Опуститься, в смысле, на дно. Вот уже какая-то там пошла опускаться. Конечно, это надо, наверное, было ловочкой вложить. Хотя, иногда на китайских чаях пишут щепотка чая, в доме щепотка. Тут еще останется как раз на одну заварочку. У меня тут есть. скрепочка. Посмотрим, подождем. Конечно, два варианта. Можно сейчас нажать на паузу, потом включить, когда оно уже все опустится. А с другой стороны, можно бла-бла-бла и смотреть. Но, с третьей стороны, так как я основную историю, информацию про бла-бла-бла уже проговорила, хотя, сейчас просто посмотрим, как он падает, слушайте. Медитируйте, люди. Мне кажется, или он начинает немножко так вот темнеть, водичка окрашивается, в светло-изумрудный цвет, по идее. У меня тут часики, как обычно, но и если вы там все еще жаждете АСМР, возможно, я когда-нибудь его пересмотрю и пойму. Или соображусь что-нибудь записать такое. Ну, в конце концов, вот тут часики тикают. Ловите свои мурашки, любители, если вы еще со мной. Смотрите, какая большая. Несколько таких этих улиточек в одной, и она все не хочет опадать вниз. Медленно так набухает, постепенно. Интересно, помочь ему ложкой, или пусть сам падает. Ну, и да, я не договорила, наверное, сбилась. В общем, то, что его собирает, во-первых, это почечка и листочек, да. Соответственно, в нем очень много аминокислот, ну, и всяких там элементов, веществ полезных для организма. Ну, и он улучшает здоровье, допустим, и такая. Такой или такая, вся дохлая. И вам хочется взбодриться. Да, его можно пить утром или после обеда, как бы, там, освежать голову, хочется заниматься, чем-то, на ночь, короче, не пейте. Не будьте, как я. Но я тоже стараюсь, в принципе, на ночь не пить. Но и, в общем, за счет того, что он такой суперполезный, и он повышает, соответственно, иммунитет. Улучшает настроение, и вы так сидите. Пьете белоучунь, полдейте. Медленно и. Медленно, печально вам не скажут, потому что на сцене он учается, да? Тестирую цвет на розе. Вот еще один упал. Ну, судя по отпотевшим немножко краям чашки, наверное, тут все-таки действительно было эти 80, ну не 80, может 75 градусов тепла, воды. Ну, вообще, чашка довольно, так сказать, горяченькая. Хотя, может быть, какой-нибудь градусник опустил, а там набрались градусы, вы знаете, какой водой поливать. Смотрите, где такие варсиночки там какие-то плавают. Мне видно, вам не знаю. Все, я, пожалуй, помешать, смешу год. Я ждала, надо сказать свое мнение о вкусе бытия. Да, снимаю ее напротив окна, сейчас у нас там, сейчас расскажу, где-то минут 17 второго, я где-то через час уже пилю на репетицию свою. Ну, и у нас тут такое более-менее солнышко. Ну, да, он постепенно размокает. Конечно, у Вики было написано, что он там буквально за минуту, не знаю, за какую за минуту, но я думаю, тут минута уже прошла, учитывая, что еще и то, что помешало, но они явно станут слегка больше под набухли. Ну, интересный вариант кидать их в воду. Все-таки, по-моему, у вода слегка окрасилась. Да, кстати, окрасилась, потому что уже чувствуется этот вкус парного молока, довольно мягкий такой сам по себе чай. Ну, и как мне сказал товарищ, что закинул посылку с чаем, вообще этот подарок, без чаяния, да, что, ну, я подозревала, что такое есть, потому что у меня года два назад я покупала какой-то улун, не помню уже название, такой квадратиками. Я знаю, что раньше его не было в Китае, вообще не видела, не знала ничего, вот моя-то подруга великого возрастная, что я ездила в Китай, она ничего такого не говорила про этот чай. И появлялись какие-то разные чаи, так же, как вот где-то там в середине, в конце, в начале, в середине, наверное, или ближе к концу, в начале или в середине, ну, где-то там, в семидесятых, в общем, в конце прошлого века, можно сказать, в середине прошлого века, молочный улун, и легенда к нему, да, вот что там на Тайване, по-моему, он еще где-то, что сахарным тростником его поливают, отваром сахарного тростника или опрыскивают, или сливками. Этот молочный улун, молочный зеленый чай, да, и вот так же этот улун, и вот этот товарищ мне поведал такую историю, что китайцы, в принципе, кучу всяких новых этих чаев изобретают исключительно, чтобы денег, чтобы навариться, да, чтобы денег получить, допустим, с Запада, с той же России. Ну, и это развеяло мои сомнения по поводу того же улунчика такими квадратиками. Я не помню просто, я помню, что там такое длинное название, я его только по бумажке вычитывала, и с пятого раза, наверное, запомнила, сейчас я уже его не помню. У меня он уже закончился, я его обозревала в улунах, по-моему, да, у меня он весь закончился, этот улун в любом виде, да, вот до получения посылки он у меня весь закончился, ну, и да, потом еще будет видео, посвященное пуэру, моему мнению, там, такой вот такой пуэр, не тот, что у меня был в коллекте до этого, там, да, ну, и да, вот в конце видео будет такой вот плейлист на чаи, да, и ссылочка на мою, на подпишись на Лёлю, если вам это понравилось, и вы еще не подписаны, то, ну, и на подписаны, ну, в общем, если вы еще не подписаны, то, соответственно, welcome, и насколько мне известно, я это недавно совсем узнала, у Аленки смотрела видео, там еще у кого-то, кто-то там колокольчик говорил, я никак не могла понять, где этот колокольчик, в общем, где-то там рядом с подпишись, такой вот колокольчик, и если на него ткнетесь, то вам будут проходить обедомления о том, что я выпустила какой-то новый доза, в общем, вот видео про улун, там три сорта, три вида, соответственно, и еще видео про пуэр, это вот как раз вот эти чайные, но я постараюсь их записать как-то так, может, в ближайшую неделю-две, может быть, между делом, то бишь, там еще какой-то видос не по теме чая, да, вот оно темнеет постепенно, если не мешать, конечно, ну, кстати, я вот только сейчас заметила, оно мало того, что темнеет, вряд ли это, конечно, ложка помогла, может, так слегка их опустила, потому что все равно большая часть пока еще наверху, но вот они то, что опустились, а самое первое вниз, они уже действительно раскрываются, становятся больше эти листики, я думаю, вам видно камерам, моя лапа благородно дрожит, но надо будет потом мне попробовать такое же делать, только уже просто в чайнике, потому что из чайника как-то удобнее наливать, сейчас у меня получилось реально так по-китайски, ну, допустим, что они засыпают в чайничек, да, вот это немножко щепотку, вот такой, допустим, чайничек, засыпают в щепотку чая, и потом его развивают по чашечкам, не разбавляем, мы же в России привыкли сначала, я не знаю, может кто-то в России по-другому пьет, но все, кого я знаю, вот из-за скрыжения моего, в реале, и не совсем, и Аня, вот сначала заварку, да, вот потом добавляют горячий кипяток, чисто вот наше такое замененное масло-масло, словечко, в общем, сначала, потом добавляют горячие воды, кипятка, и потом уже кто-то разбавляет, а кто-то нет, ну, у нас большая часть, включая меня, и, по-моему, почти всю мою родню мы разбавляем холодным кипятком, тоже, ну, в общем, горячая вода, потом холодная вода, и внизу вот эта вот заварка, и заварки, всегда вот там где-то одна десятая чашки, ну, смотря какая чашка, стандартная, да, вот обычная эта чашка, типа как он там у меня стоит, там черный чай, кстати, мой котик сегодня, пока я приготовляла вот это усё, умудрился в моей кастрюльке с супом побывать, хотя он сытый был, ну, я бредвливая, я не смогла осилить этот суп, хотя там совсем чуть-чуть было куриного супа, ну, не сволочи, я прихожу, а он мордок кастрюлю, в результате пришлось мне хавать бутерброд с красной оливкой, форель, кажется, и запивать ее черным чаем, технически, ну, короче говоря, вот столько, допустим, вот на эту чашку вот столько вот где-то заварки, идет, больше отжать потом горячей воды или немножко потом холодной, ну, и холодной обычно чуть больше, чем заварки, но если хочу покрепче сделать, то, соответственно, я вообще, в основном сейчас про черный чай говорю, ну, и про зеленый это применительно, в основном, где-то так вот, или больше, чуть больше заварки, чем разбавлялки, или чуть больше разбавлялки, чем заварки, но в китае, соответственно, они вот делают так, не разбавляя, Много-много воды, но еще потом много раз заливают кипяточку в тот же плеер, что считается, что он удерживает хороший плеер до 15 заварок. Вот они настаивают там несколько секунд, буквально 30 секунд. Чем дольше, конечно, завариваешь, чем каждая последующая заварка выдерживается больше. Ну и таким образом, действительно, хватает на 15 заварок. И, к примеру, когда я раньше покупала, так это еще задолго до Ютуба, еще при дедушке, наверное, покупала плеер или какой-нибудь чай. Там вот написано было, обычно на конфуции, там коробочка такая или баночка, и написано там, выпивайте там 7 или сколько там чашек в день. А я выпивала обычно 2 или... считается, что 3 литра что-то должен человек потреблять для нормального функционирования организма. Короче, где-то иногда и 3 литра чая в день. И вот пила такими большими чашечками. Ну, с виду, кажется, такая небольшая, там 300 что ли миллилитров, 300-350 миллилитров у меня была кружка. И я вот так вот тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, пила-пила-пила этот чай. А они, в общем, иногда вот, ну, осеешь-то этих 5 кружок. 7-10 кружек, 7-10 чашечек. Там же не написано, что чашечка вполне вот такая вот, вот такой вот, пьялочкой быть. Ну, конечно, я всегда офигевала. Так что вот, я как раз от болтологии занялась. У нас он практически полностью упал вниз. Ну, тут чуть-чуть совсем осталось. Думаю, можно еще раз сравнить. Он уже слегка подостыл. Но вкус таки не изменился. Мягкий зеленый чай. С чуть-чуть-чуть-чуть-чуть заметной горчинкой. Потому что думаю, ну, в общем, я, наверное, туда переборщила еще заварки. Вообще, если он у вас долго стоял вместе с заваркой, то он слегка горчит. Ну, и если вы, соответственно, там переборщили заварки, то он тоже слегка будет горчить. Потому что там все-таки, наверное, остается какая-нибудь малюсенькая такая капельюшечка горечи. Все-таки зеленый чай. И очень насыщенный меден, конечно, будет горчить. Потому что капельюшечка с капельюшечкой, с капельюшечкой. В общем, шикарный чай. Я вам, конечно, его советую. Я не знаю, где вот это из Китая привезено. И, может быть, в России где-то он придается. Мне кажется, в магазинах на развес в рябке что-то путное бывает. Потому что даже вот я покупала эту сенчу, которая оказалась китайская. Сенча, она сама по себе уже японская, да? И тоже как-то покупала... Последний видос у меня как раз был чайный. Именно чайный видос, в смысле, а не вообще мой последний видос. Что ж там было-то? Гембантя. И вот у меня даже попадался этот китайская гембантя. Но она не может быть китайская. Она уже по-любому японская, да? Но китайский чай и вот стилизация под японский чай. Да? И вот где-нибудь на каких-нибудь таких развесных магазинах, то есть даже унцы, может вполне попасться что-то такое некошерное. Так что вот. Внимательно выбирайте чай. У меня раньше был магазин Добрыня. Ну, в принципе, сейчас здание осталось. Ну, там что-то уже дикси, что-то другое. Там просто привозили разные такие коробочки на много-много-много выбор чая. Разных просто производителей. И иногда вот, я не помню просто название, но иногда вот можно было что-то такое ухватить. Раритетное, элитное. Вообще шикарно. Жалко, что его, конечно, закрыли. Ну, что теперь такого чая ты найдешь. Чай не был калорийский видос. Ну, и я... Так, сколько я тут уже болтаю? Не знаю, сколько минут уже. Мне, наверное, 15. У меня, конечно, там еще видео стало, да, вот, кстати, по поводу цветов. Я тут Дима выясняла. Дима сказал, что он бы обозвал меня по-другому. Но Дима вообще цветы ожидать нереально. Ну, мне интересно, сколько они простоят у меня. Я уже два раза им воду поливала. Они ее усиленно пьют. Думаю, можно еще раз подлить. Там еще не настолько остыло, но, в принципе, горяченький еще такой. Чайок. То бишь, водочка, чайничок. Тут пузырики появились сразу. Он зашевелился. Ну, видно, что он зашевелился, да? Такой вообще невидоса поток сознания идет. Трелистики уже, они больше так распускаются. Мне кажется, все-таки надо водичку немножко погорячее. Ну, где-нибудь, может, градусов 90, потому что, ну, не знаю я, как он у кого-то там за 80 градусов распускается буквально за минуту. Ну, вообще, если у вас такой чай есть, то, конечно, карту руки вам. Вам на выбор. Или в чайнике по традиции. Или в чайнике по-китайски просто разлить по чашечкам и деревну. Или вот так вот сначала водичка, а потом засыпаете за варку. Так, я думаю, надо прощаться, потому что я, в принципе, не знаю, успею выложить до ухода видос или нет. Но, на всякий случай, вечером-то точно он будет. Почему, если вы досмотрели до конца, вы захотели попробовать такой чаек. Если вы в районе Углича, welcome to hell, у меня еще есть такой чаек, могу вас угостить. Могу подарить, а могу просто, ну, заварить, и вы при мне, со мной это попьете, да, при мне. В общем, если вам было интересно, то я очень рада. Я продвигаю чай массы киизм, и, соответственно, буду рада, если кто-то еще притрастится к чаю питью. Что там еще, не знаю, что сказать. Ну, как говорится, это, если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Не скажу, что мне будет приятно, но, наверное, будет приятно мне, откровенно говоря, фиолетово. Вверх вы поставите или вниз вы поставите, но я смотрю, у меня там чисто по манеджеру видосов. У меня лайков стало видосом больше, чем дизлайков. И как-то этого потоков сознания негативного тоже стало меньше. Уж не знаю, с чем связано. Хотя, вроде как, ведь знаю, должно быть обострение. Может быть, у этих людей негативных обострение выжило в сторону улучшения. Ну, вот как-то так. Ну, и да, если вам интересно, вся такая хренатень типа потоки сознания. Ну, косметика тоже иногда бывает. Всякие там пустые баночки, чай кручая, требуха, то подписывайтесь на мой канал. Не скажу, что мне это приятно, потому что мне как-то фиолетово сколько вас на меня смотрит. Но я каждый раз фигею, когда кто-то подписывает на новый. Что кому-то это интересно. Ну, и спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.